Держи, меня не цел, включил? Да, включил уже снимает, опустись, ниже сам. Итак, обзор изношенных, замененных, изношенных, униважно, отработанных колодок Volkswagen Tiguan. Рассматривать будем равномерность износа, как передних, так и задних колодок, по истечении пробега 30 тысяч километров. Значит, начнем с передних. Я буду краток, иногда буду ругаться матом. Это коробка от тех, что поставили. Значит так, снятые колодки, которые мы сейчас видим на экране, прошли 30 тысяч километров. Вот, что мы можем видеть? Это передние колодки. На них мы наблюдаем, на обоих уже следы от износа тормозных дисков. Вот, и всего лишь один датчик износа. Вот это у нас передняя, внутренняя, левая. Да, это передняя, внутренняя, левая колодка. Это, естественно, передняя, левая, наружняя. Ну, вот, как бы прошли 30 тысяч километров. Так, идем дальше. Это правая сторона. Она больше у нас почему-то спилена. Не знаю, все это все списывать на обочину, на яму и так далее. На то, что этому колесу приходится сильнее затормаживаться. Ну, короче, не будем заостряться. Это правая сторона. Внутренняя, наружняя. Тоже наблюдаем следы износа диска. Вот. Напомню, что эти колодки прошли 30 тысяч километров. Внутренняя, наружняя. Вот. Сравниваем с левой стороной. Видим то, что вот эти еще более-менее, ну, в человеческом, сказать, можно так, состоянии. Эти уже как бы под замену однозначно. Ну, или там тысяч пять активного износа. Ну, активного пробега и потом тоже замена. Вот это, я так думаю, все-таки индикаторы, до которых можно ездить. Вот эти уже уголки источенные. Здесь они уже как бы все. Вот. Один индикатор вышел, выровнялся. Второй еще чуть остался. Здесь еще как бы индикаторы присутствуют. Понемножку. Все, передним колодками закончили. Отправляем их в вату. Так. Достаем задние колодки. Тоже того же тигана. С таким же пробегом. 30 тысяч километров. Так. И смотрим. То же самое. Неравномерность износа наблюдается. Хотя индикаторы, грубо говоря, присутствуют. Здесь тоже наблюдаются следы индикатора. А тут уже как бы они подходят к концу. Затолбал этот пакет. Значит. Это у нас задняя правая сторона. Вот это внутренняя колодка, которая почему-то всегда на Volkswagen. Тигуан подвержена большему износу, чем все остальные. Это задняя правая наружная. То есть по ее состоянию можно еще ездить. Ну тоже тысяч пять, шесть. Может даже десять. Ну смотря как педалить машину. А по этому состоянию износа уже можно сказать, что замена. А колодки чьи вообще? ТРВ тоже. ТРВ, да. ТРВ. Причем. Даже есть номер. Причем ТРВ продает. Этот ТРВ продавался вот в такой вот оригинальной коробочке. Вот видишь. Этот ТРВ продавался в такой оригинальной коробочке. Ну, в предыдущей серии тоже. Снастоящим Агентом. Смотри, не знаю что. Это АДД. А, да. Это АДД, куда мы отправляем колодки. Ага. Так, значит. Что мы сейчас рассмотрели? Подожди. Так. Попутался все, блядь. Да, значит. Вот это у нас задняя правая сторона. Так, все. С ней все понятно. Состояние нет. Вот так это было. Это я точно помню. А это у нас задняя левая сторона. Ну, вообще ляльки, можно так сказать. Особенно вот наружная колодка. На ней еще ездить и ездить. Почти новая. Но внутренняя, опять же таки, задняя, левая. Задняя левая сторона. Вот это мы сейчас наблюдаем. В экране. Опять же, внутренняя колодка имеет больше износ, чем наружняя. Ну, потому что поршень подвергается действию поршня. Вот таким но. Ну, что скажу, задние диски. Не, знаешь, почему внутренние больше, наверное, снашивают? Почему? Потому что на наружную сторону попадает вода. Ну, в лужах, в лужах. И охлаждает, и смазывает. Поэтому она изнашивается меньше. Ага. Ну, на диск с наружной стороны попадает больше всякого говна, типа воды, грязи и т.д. А на внутреннюю, естественно, меньше. А, вот, тоже умная мысль. Надо принять по вниманию и прислушиваться. Человек дело говорит. Молодец. Ну, мудрее, что мудрее, что мудрее, что мудрее, что колодки. Вот. Были бы они все в таком состоянии, их еще можно было бы не менять и ездить. Но заднюю правую сторону мы уже видели. Это задняя левая. То есть внутренняя колодка на подходе, наружняя. Вот она такая вся. Так что, ну что. Состояние передних молчу, потому что состояние передних видели все. и они бесспорно подлежат замене. Вот там, где меняются передние и задние имеют такое же состояние, я думаю, не стоит кричать то, что нахер я бегу там это самое, тратить лишние деньги, я лучше сэкономню, поменяю там через 10 тысяч километров. Вот распиздясь. Ты поменял все разом, правильно, да? И ездишь. К тому же, если в таком состоянии. Вот. А задние диски на этой машине, пробег на ней 70. тысяч километров, это не мой автомобиль, это автомобиль. Ну, мой знакомый. Вот. Задние диски там вообще отличном состоянии. Я удивился просто, когда снимали эти колодки. Я думаю, вот бы... Хотя у меня задние диски на моем спине. А у меня диски на ланге есть. Сейчас, погоди. Ну, как бы, и... Все. За сим, как бы... Всем спасибо за внимание. Обзор колодок закончен. Мы отправляем их вклад. Покажи ад. Вот. И, подожди, куда же? Отправляем одноразовые контрацептивные перчатки производства ПРК. Ну, в Китай. Но руки придется мыть. Все, жми на красный.